друзья всех приветствую на торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки сегодня хотелось бы начать с акцента на заголовок этого брифинга о том что старики предпочитают золото молодежь биткоины это заголовок взят в качестве цитаты из одной очень интересной статьи на блумберге которую я видел вчера с которой с большим удовольствием ознакомился я абсолютно согласен с тем что есть разного рода сейчас предпочтения может быть зависимости от возрастных категорий но причина спроса что на классическое золото что на цифровое она одна друзья если мы посмотрим вперед мы сможем прикинуть и предположить что вот эти безумные меры экономического стимулирования они не пройдут бесследно для мировой экономики скорее всего действительно спровоцирует риск серьезного инфляционного давления это та угроза которая давно уже поддерживает ралли золота потому что золото это лучшая страховка от инфляционных ожиданий золото еще растет потому что это проверенный временем достойный и очень хорошо демонстрирующий свои защитные свойства инструмента если мы не говорим например об отношениях нервозности в отношениях между сша и китаем это не значит то что вот эта эскалация пошла на спад нет просто сейчас рынок занят другим но этот фон он настолько негативный что его нельзя не доценивать и ближе к концу двадцатого года я думаю что эта тема еще аукнется на фоне и президентских выборов в сша и мы о ней будем говорить еще не раз и золото как раз хороший инструмент чтобы пытаться отсидеться на фоне вот этих грядущих грядущих и уже реализующихся глобальных рисков золото конечно же растет а еще из-за снижения доходности американских облигаций у крупных инвесторов нет альтернативы золото растет потому что падает доллар доллар падает потому что нету единой согласованной позиции в конгрессе между республиканцами дико демократами относительно новых мер экономического стимулирования очень сильно разнятся мнения одни настаивают на том что нужно согласовать новый фонд помощи в три триллиона долларов другие говорят что достаточно будет и одного триллиона но в любом случае друзья суммы какие-то просто астрономические конечно же есть объективное основание предполагать что правы те кто ставит на неизбежный рост инфляционного давления а сейчас доллар снижается потому что нету решения вот по новому пакету если нету новых денег как вы помните неделю назад истек период выплаты повышенных пособий по безработице сейчас американская экономика она фактически замедлила экономическое восстановление это мягко даже сказано потому что у нас есть один из индикаторов текущего состояния американской экономики рынка труда вчерашний отчет и дипи и он ну просто хуже некуда прогноз был полтора миллиона новых рабочих мест фактическая цифра 167 тысяч если немножко округлить можно сказать что реальный показатель вышел хуже в десять раз чем ожидали рынке на фоне слабых и дипи мы ждем не менее слабый отчет по non-farm параллс поэтому слабая статистика еще на доказательство того что в штатах все плохо это опять же база для того чтобы конгресс торопился с новыми мерами стимулирования нэнси пелоси который является спикером палаты представителей сша уже сделала заявление что переговоры за большой долей вероятности они продолжатся на следующей неделе вот тогда есть более высокий шанс на то что этот фонд помощи согласует в общем друзья сейчас ожидание достаточно чтобы доллар увалился потом и фактически само решение тоже может стать еще большим фактором для распродаж долл наша цель по индексу американской валюты 92 вернемся немножечко назад отношение золота инфляционных ожиданий по биткоину в принципе то же самое и биткоин покупают потому что считает что это лучшая альтернатива среди других финансовых инструментов но так наверное действительно считают только лишь молодежь полагающий что за крипто индустрии будущее кстати говоря друзья в комментариях буду очень признательна если вы выскажите свое мнение касательно ваших ожиданий того что будет с биткоином пример верите ли вы что в штатах через несколько лет случится то что было времена великой депрессии 70-х годов и в случае такого роста инфляции может быть действительно сейчас оправданная ставка на то что представляет хоть какую-то защиту от этих инфляционных рисков золото 2055 долларов за тройскую умство друзья вы большие молодцы если открывались раньше покупали потому что это было выгодно это была предсказуемая однонаправленная практически стопроцентная сделка и я не знаю как можно было бы продавать золото на фоне того окружение новостного я была и очень рассчитываю надеюсь на то что вы смогли на этом ралли заработать сейчас идет коррекция но я думаю что эта коррекция перед повторным заходом на верх может быть даже в район двух тысяч и двухсот долларов за унцию это как цели отряда инвестор на банков по индексу доллар ждем цель 92 что касается биткоина сейчас 11 тысяч пятьсот восемьдесят семь я думаю что 12 тысяч это ближайшая цель евро против доллара 1 1874 европейская валюта на слабости доллара конечно же продолжит расти я хотел бы сейчас рассказать я вероятности новых мер экономического стимулирования расширение программы количественного смягчения и возможно негативного влияния на евро но все это отходит сейчас на десятый план потому что главным локомотивом рынка остается доллар если мы продаем американскую валюту ставим на рост евро против доллара в район отметки 1 20 фунт против доллара сегодня важный день буквально вот совсем скоро в 9 00 по московскому времени заседание банк англии решение поставки по объему выкупа активов протоколы прогнозы в целом друзья это последняя что ли даже возможность для продавцов ухватиться за потенциальные новые стимулы от регулятора потому что британский регулятор банк англии может анонсировать готовность к снижению ставки ниже нулевой отметки либо дать нам четкий сигнал того когда ниже все-таки увеличить программу количественного смягчения на дополнительные 100 миллиардов на фунтов в июне напомню было такое решение в итоге сейчас программа количественного смягчения в англии составляет 745 миллиардов фунтов если риторика будет сверх мягкой мы услышим об отрицательных процентных ставках фунт полетит вниз друзья завтра подведем итоги уже такой потенциальной динамики и я думаю что будем искать возможности для продаж что касается нефти 45 21 сейчас я друзья открыл все-таки короткую позицию как обещала выше уровня 45 для меня это был заветный уровень по нефтянке откуда я хотел оширтануть я это сделал я вошел в рынок с уровня 45 60 и рассчитываю на то что коррекция будет более значительный соответственно что поддержала рынок ранее это данные по запасам которые сообщили о том что запасы снизились уже очередную неделю подряд на 7 и 4 миллиона баррелей в сутки и конечно же способствовало укреплению нефти как к еще одном представитель рисковых активов еще и слабости доллара о негативных факторах друзья пока что по рынку нефти не будем говорить я думаю что уделим этому время уже на следующем брифинге пока что очень рисковый шорт потому что он против тренда но опять же риск это благородное дело на этом все всем пока